Другую вершинку поставили, с тем же радиусом провели дугу. Теперь третью вершину поставили, с тем же радиусом провели дугу. Что у нас получилось? Если бы мы соединили по линейке, у нас получился правильный треугольник. Но мы не будем соединять по линейке, мы оставим так, как есть. И вот эта фигура будет треугольник приола. А, понятно, что поле будет треугольник. Вот это? Да. Вот себе выделили цвета. Ваши коллеги из других групп постарались и вырезали не просто треугольники, релла, а склеили. Цилиндры. Ну, я бы не сказала. Цилиндр это все-таки объект, у которого в основании лежат круги. Два круга. Это цилиндр. Если у нас в основании лежат треугольники, да, а по бокам прямоугольники, то это призмы. Собственно говоря, вот такие призмы. Я возьму покрепче призмы. Да. Вот такие призмы. А если у нас фигура, у которой приклеена в основании треугольник релла, да, то у нас, в отличие от призм, получатся интересные вещи. Давайте посмотрим, какие. Ну, вот у нас, собственно говоря, такой красный маячок. Уже сделан. Маячок, да, это чтобы определить уровень воды. Скажите, пожалуйста, все ли согласны, что сейчас уровень воды в стакане параллелен плоскости стола? Да. Согласны? Это хорошо. Вы знаете, иногда приходится долго убеждать. К сожалению, мой набор карандашей не имеет осей, на которые бы я могла надеть колеса в виде треугольных призм. Дома наверняка у вас есть такой автомобильчик, который можно поставить на такие колеса. Так, мой поплавок. Давайте я еще подолью воды, чтобы повыше было. Побольше. Собственно говоря, побольше, да, да побольше, побольше, я понимаю. Побольше. На самом деле объем воды по сравнению с объемом в этом кабинете все-таки мал, да? Поэтому даже если у нас что-то разольется, ну не так, что страшно. Итак, вот наш поплавок. Как вы думаете? Вот теперь надо подумать. Как такая конструкция? Поедет ли? Да. Давайте посмотрим. Но не будет. Ну давайте дергнем за веревочку и посмотрим. Во-первых, она, конечно же, поедет только в другом смысле. Смотрите. Мы дергаем. Вот сейчас мое усилие, вы видите, веревка натянулась. Это я уже прикладываю усилие. Но трение мешает конструкции двигаться, да? Вот штакан уже полной воды стоит, да? Так, теперь мы, да, вот потихонечку. И что начинается? Значит, вспомните, сила трения преодолевается силой скольжения. Поскользил он у меня, поскользил, как на саночках. Увидели? Да. Он скользит, но он не катится. Попробуйте без стакана. Ура, разница. Ну разумеется, я специально поставила стакан, чтобы не съезжала. Да? Потому что здесь я его просто стяну, а они никуда не поедут, а они останутся на месте. Возьмем теперь конструкцию, которую сделаете дома. Да. И посмотрим, смогут ли такая конструкция заменить колесики. Ну, во-первых, она уже катается. Уже приятно, уже будут крутиться. Ну, поставим стакан и посмотрим все-таки. Значит, Елена Борисовна будет так осторожной. Я вот попробую в следующий раз. А вы с цилиндрами попробуйте. Сейчас все сделаем. Итак, ну вот специально мы сделали вот такое домашнее задание. Они все были одной ширины. Да? Договорились, что равносторонний треугольник. То есть, расход циркулярный. Дальше 6 сантиметров. Ну, и, соответственно, величину мы делали с вами длину. Это 12 сантиметров. Вот это вот длина 12 сантиметров. Ну, и давайте посмотрим. Ой, катится, катится, катится. Катится. Только единственное, как в хорошем старинном способе бревна катится, да их перекладывать надо. А попробуйте без перекладывания. А без перекладывания оси нужны. А моя коробочка с карандашами осенние имеет. Вот если бы у тебя есть оси, видишь, он на самом деле, видно, что полностью проворачивается. Я могу, конечно, в другую сторону. Вот видите, полностью она проворачивается. Поэтому вот, видите, она подъехала. Сейчас вот я тут, видно, уже плохо. Видно? Вот давайте обратим внимание на вот эту вот коробку. Коробку такого фиолетового, да, цвета. Давайте оранжевого, чтобы ни у кого не вызывать сомнений. Вот оранжевый цвет, да, возьмем. Белый, белый, коричневый. Так. А хотите на треугольник положить вот эти? Так так, что это не выпускает? Ну, мы можем, конечно, без экстрима. Понятно, что без экстрима лучше. Но в данном случае, к сожалению, веревочки у меня иногда стягивают. Стягивает веревочка, стягивает на себя. Вот видите, они катаются. Итак, смотрите, стоит на каком основании вот эта точка. Давайте мы ее заметим пластилином, да? И посмотрим, протащится ли она или прокатится. Увидели? Точку пометили? Да. Пометили. Маячок поставили. То, что сохраняется постоянная ширина. Ну, что, с Богом.